Целый десант активистов ТОС сегодня высадился в советском районе. Сначала энтузиасты вместе с мэром обсудили, как развивать в городе это общественное движение, а затем все вместе отправились на экскурсию по образцовым дворам. Как выглядят оазисы в бетонных джунглях, увидела и Анна Кондратенко. В дворах на улице Димаковой и Полевой сегодня представительная делегация из энтузиастов-тосовцев. Слова «ракари» и «воркаут» для них не пустой звук. За плечами каждого общественника обустройство как минимум одного двора. А началось все с бесплатных курсов и муниципальных грантов. Я вот тоже благодарна этим преподавателям и мэрии, что они для таких активистов, как я, делают такую возможность не только переучиться, но практически приобрести новую профессию. Я сама хотела бы, чтобы у нас появлялись новые объекты каждый год. И как уже специалист я готова и сама что-то делать, и планировать, и консультировать. Сегодня общественники собрались, чтобы не только обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями, но и обсудить будущее территориального общественного самоуправления. Люди беспокоят, пока еще остаются равнодушные соседи, не готовые поддержать энтузиастов. Если бы я сказала, вы знаете, как хорошо, сколько единомышленников, все выходят, все дружно работают. Это неправда. Но все-таки больше тех людей, которые положительно и позитивно относятся к происходящему делу, хотя бы добрым словом, какую-то помощь оказывают. Кто-то там, допустим, помогает готовить поверхность, кто-то обсуждает эскизы, кто-то помогает съездить за краской. С каждым годом в движение ТОСовцев вливается все больше новосибирцев. Для городских властей это непросто. Добрые помощники – это общественные инициативы в действии, подчеркнул сегодня мэр. Конечно, мы будем стараться увеличивать грантовую поддержку, но говорить о том, что это произойдет в разы, пока бюджетные возможности этого не позволяют. Поэтому тем более важно, чтобы каждый рубль эффективно использовался. Это происходит тогда, когда сами общественники занимаются реализацией этих финансовых, пусть небольших, но таких финансовых возможностей. Есть новосибирские те, кто не ждет помощи и берется за дело самостоятельно. Так произошло во дворе 10-го дома по улице Гребенчакова. Обустроить спридомовую территорию решили на собственные средства. Проголосовали единогласно, а деньги копили два года. Теперь здесь несколько игровых зон и спортивная площадка. Для себя же делаем, для красоты. Зато знаете, как приятно. Утром встаешь, смотришь в окно, видишь всю эту красоту, что сделал сам. В этом году на ремонт и благоустройство внутриквартальных территорий выделено 100 миллионов рублей. Деньги в масштабах города небольшие. Тем важнее было эффективно их использовать. Для жильцов ремонт во дворе часто становится толчком продолжать благоустройство. Делать клумбы, обустраивать скверы и уютные уголки. Анна Кондратенко, Дмитрий Канн, Новосибирские новости.